всем привет вы на канале твин китая мы сегодня посмотрим игрушку которая я еще давно когда-то для себя сама запускала но я не особо не играла и просто знаю что она такая интересненькая скажем так ровно ус дэвилс я сделаю просто где-то 50 минут серию чтобы показать вам ее местахождение поезде мне так и не удалось уснуть я был февер to see our new home so if hildred and i decided to move suddenly she hurriedly packed our luggage taking only what was strictly necessary we cut a good deal buying this place near the river which had previously been owned by a well-known barber in the town this house is surprisingly large there's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub while downstairs in the basement there's already a large cozy kitchen i can't wait to get to know my new customers i've always enjoyed watching people eating the meals i've cooked for them lovingly my husband percival has cleaned the first floor and set his room up for business a fancy tailor shop it won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them we are going to bring home the gold with our business you may wonder what the secret behind our success is our loyal clients obviously fantastic people i feel kind of sorry about killing them you've decided to use an unusual ingredient in our specialties as a result of the insanely high meat prices due to sheer hunger or simply because it tastes so delicious human flesh is highly appreciated we do not know the reason why and we don't really care ah but don't worry we don't waste anything even their clothes are cleverly reused by percival they just need a little patching up and then they are ready for sale again at full price of course we are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can yeah вот так так короче да как мы поняли у них они переехали такие в новый город у них тут новый магазинчик мясной и одежды вот это муж и жена по идее но и у них такой секретный ингредиент чуть-чуть у нас стремительно заканчиваются остатки мяса люди в этом городе прожорливые как собаки а это значит что приезд сюда был отличным идеей мы разбогатеем не спеши дорогая мы должны вести себя сдержанно и усердно работать ты слишком хорошо знаешь как мы рискуем я знаю и не хочу чтобы это повторилось сброси этот труп на кухню я не позабочусь ладно хватаем этого бедолагу рано или поздно я сломаю себе хребет ну как игра немножко такая да с приколами теперь нужно сбросить труп в люк и он сразу же окажется на кухне прекрасно наконец-то свежее мясо люк блестящий справляется со своей задачей самое время запастись мясным фаршем но моя мясорубка отлично подходит для крупной добычи возьмем мяско так сказать теперь нужно провернуть мясорубке это сильно я пофиг подняла человека звуки я не знаю слышно звуки я наверное немножко добавлю общий звук эффекты музыку так чуть-чуть совсем может это так нужно взглянуть бабушкину кулинарную книгу я смогу записать мне все удачные рецепты гас что это такое короче пирог это мясо и не на это тесто или что то что это такое белое так мне нужны мука и фарш что приготовить отличный мясный пирог я уже чувствую его аппетитный запах возьмем один из ингредиентов так мука сюда сюда говорю сколько у тебя рук одна рука две руки не до неважно ладно я не это имела ввиду но возьмем противень возьми его бережда в духовочку подожди возьми еще раз в этой игре а как не приместиться вверх просто ждать короче если внести какие изменения смогу готовить быстрее или можно починить еще две плиты но для этого нужны деньги разберемся с этим позже мы с ней пироги отлично подруменили самое время и доставать доставай пожалуйста как мне посмотреть стойка для блюд пустая туда я поставлю нас не про а окей вот так идем идем заполнить стойку для блюд отлично интересно как там дела у мужа он должен был вымыть пол все брать я я не буду особо долго маяться с этими с обучением как и читать его я украл кое-какую одежду выставленный манекен не наряжен я мог подлотать украденные наряды и перепродать их конечно извиньте в цену не пропадать же добру быть может на короче возьмем суть в том что они забирают одежду и соответственно фаршик тоже со своих клиентов а каким образом так вы решаете кто у вас будет а ну хотя ладно нужно работать таком режиме чтобы хитлеру хилдред было удобно хилдред это его жена одежда готова давай сюда кажется все готово можно принимать клиентов открываем давай я готова шла жара мои дорогие клиенты заходите заходите берите все что на вас смотрит но кроме меня хорошо что я заполнила стойку для блюд это им бы пришлось ждать пока я готовлю каждое блюдо имеет свою цену в конце концов я не могу раздавать еду бесплатно я буду помечать дуду по-разному в кулинарной книге они дорого заплатят самую вкусную еду и к новой нарядик кому-то нужен тоже давайте я я готова сама работать уже все все можно мы не хотим чтобы поползли бурные слухи у меня скоро назначена встреча нужно снять клиента мерки подождем его ну клиентка и типа а как вы решаете с кого вы снимаете реально мерки и типа а вот так вот ну вот мои дни я могу пополнить мясные запасы хитлер я заберу эту одежду тебе но все равно больше не понадобится теперь бросим друг на кухню да ты у нас чуть-чуть ups я не знаю как комментировать так что короче мне постоянно приходится напоминать себя об уборке уверен что хилдред отлично справляется со своей задачей сотрудничество вот кличку успеху давай убирайся ты ты где о цели убрана крови проданы на рядов приготовлено блюд проданы блюд тогда давай ты где-то как-то сюда иди сюда иди все я сейчас он будет тут шить она сейчас будет готовить мяско юж я раньше в своем детстве еще очень сильно любила всякие ты куда идешь слышь очень любила всякие симуляторы там с кофейнями всякие симуляторы с фермами вообще абсолютно все такое типа там эмили это вообще моя любимая серия серия игр было какое-то время делегатесе мили у них там достаточно много частей и ухты еды на моей дынама хамбец ждуть ты кто ой-ой-ой надо быстрее а нет ну ладно тогда положим на место мясо ой а вы такие блин вообще слушая можно быстрее допустим а я не успеваю подождите быстрее скорее давайте быстрее скорее так ты давай иди сюда готов еще она пока разбонится сейчас я немножко молчу потому что сосредоточена пытаюсь а почему ты недоволен слышит и клиенты литых тоже вот смотри одежда вот манекене ну и все твои проблемы короче как хочешь а чё не так на манекене есть одежда мне нужно было к нему подойти давай неси сюда пироги сюда свои сюда капец у вас приток клиентов я смотрю нормально так продается а мне тут обязательно стоять чтобы они покупали наверняешь нет да наверное не обязательно ну давай пока она продается еще спеку а этот пускай стоит тут да нет нет сначала подними подними его тут что такое выбирай одежду красно просто отлично смотри как слаженно работают проданы нарядом да еще один наряд продать не но они тут прям как единый механизм ты шо помой пожалуйста пол а что будет если кто-то зайдет сюда пока у меня пол не помыт просто интересно а а нет мне не обязательно там стоять чтобы они забрали одежду начинать заново невероятно сложно нам нужно все благоустроить я написала список того что нужно сделать чтобы улучшить нашу лавку и тогда мы сможем обслуживать еще больше клиентов посмотрим что можно улучшить ух ты отчет плохие отзывы один слышь ты шо ты дурачок прибыль за день улучшение всякие разные письма ноль скины скины прикол куплена цена они еще и покупают ух ты они покупаются за деньги скины эти прикольно скины это классно смотри как мило стена кухни красиво пол кухни ничего себе да тут прям такое теплица подожди что-то сесть полернула уже ладно письма улучшения улучшения давай у меня 30 долларов разблокировать мешок с мукой он у меня уже есть местный фарш есть так короче 50 35 60 у меня не хватает денег а вот можно что-то здесь духовка скорость духовки это хорошо скорость духовки 20 я купила в отелье скорость машинки столики теплица давай скорость духовки улучшим 10 у меня есть еще могу что купить за 10 что угодно не могу да чё прям вообще ничего скины может мне тоже не могу ну ладно вот так достаточно тогда то есть я могу перед тем как покупать лавку подготовкой покупать лавку открывать лавку я могу подготовиться я могу подготовиться говорю ты подготовься руки а что у тебя в руках а ну да давай я тогда подготовлюсь сначала о чем я сейчас налеплю пирогов манекен надену одену одену а сколько мне дается мясо с одного человека звучит конечно не очень но уже приготовилась отри реально быстро хорошо а там полная тогда я открываю открываю лавку столько заполнено это прекрасно раз заполнено то я просто сюда иди и стоит там с этими пирогами все я уже открылась я жду где вы где все так короче я говорила за эмили да и она по-моему даже сейчас в стиме есть я в принципе любила всякие игры там от а лавар не васов раньше в своем детстве прям максимально всякие и искалки знаете детективные и все заполнено хорош и прям вообще обожала я даже как-то думала записать одну из подобных игр отсюда вот была только это хорошо это их рано сколько знаю старенькая довольно что она там говорит что он там говорит должен быть какой-то мало-мальский сюжет по моему если я не ошибаюсь ну конечно маленький потому что в конце концов это не про сюжет игра но иди давай иди давай у тебя там есть фарш а я могу еще на них просто кликать до прикольно я надеюсь ты мерки снимать пришел я поняла не кокаут только тех у кого мерки снимать надо а просто покупатели одежды или или мясо они не трогают ну не мясо еды можно ой там совсем мало пирогов осталось смотри иди еще заберу она наполняет сразу весь то есть мне не выгодно или выгодно типа у меня иногда например первая полка занята остальные две нет и я в таком случае заполняю их как бы получается да наверно мне не выходно мне нужно дождаться пока она полностью запусте это потом ставить я думаю прикольно такая готовит тут хоба упала пошли дни клиентики прикольно мне последний это хорошо а у меня мой пирог скорей тег нет проверю сегодняшнее поступление надеюсь все клиенты остались довольны нашей работой если дело пойдет в том же духе побежит малого айнаш лавка обретет популярность но одного этого недостаточно набирает на стоит прикупить рабочие инструменты и тогда наш лавка наверняка начнут посещать известные личности что значит у меня но минус 0 репутация плюс 240 прикольно улучшение 29 29 это мало разделочный этот мясорубка производит больше мясного фарша но это пока мне не горит скорость скорость швейной машинки но тоже наверно пока не горит манекенчик я купила но мне не хватает на него украденной одежды теперь свалить получать дополнительную ткань ага столики установите новый столик в папе что это дает мне все равно денег нет поняла давай тогда они я не могу купить никакое еду никакие ингредиенты давай разделочный стол добавить может нет скорость скорость что такое почему я не умею разговаривать ух да вот скорость машинки в принципе тут у меня все готово я открываю лавку опа нам письмо мы же только что переехали никто не знает наш адрес кто же мог его отправить ты кому нибудь говорил о нашем отъезде да тише ты ничего ты все ты че орешь дай прочитаю говорит кто то узнал наш секрет оооо ну что там написано ничего хорошего одни угрозы судя по всему автор письма хорошо знает нас у нас есть поклонник мы не можем снова бежать мы потратили все накопления на этот дом мне тоже не нравится все это но я не думаю что он станет для нас проблемой скорее богатым клиентом он говорит о награде что то не сильно я в это верю у нас все равно нет выбора и что дальше что мы будем делать сейчас ничего просто будем играть по его правилам он свяжется с нами если все написано в этом письме правда побег может стоить нам жизни кажется это очень влиятельный человек ну тогда будем надеяться что мы неплохо заработаем на этом деле вот беда на нашу голову пойду-ка работать а то есть вам какой-то чел такой пишет я все знаю вы больные на не то вы немножко не в себе и буквально кормите людей человеческим мясом и я как бы собираюсь с вами сотрудничать я все правильно поняла ну потому что если неправильно то объясните давай лавку питочки мне делать нечего ты стой здесь ты готов пока ну мне было бы интересно ее развить эту их лавку просто посмотреть какой она будет в конце и посмотреть на всякие снова же этот минимальный сюжет но это делать совершенно точно долго и явно не для летсплея может для стрима но я сомневаюсь что я буду ее стримить так что питочки о как раз ткани не хватает хорошо остаюсь этими пирогами жду пока разберут последнюю я не но не а а а а а а такая конечно игра на приколе скажем так необычная вот не первый раз когда я увидела я да я я честно говоря не ожидала такого поворота я не увидела еще наверно ухода 2 назад первый раз примерно если не ошибаюсь и все-таки мне интересно может ли у меня сгорит пирог поэтому сейчас после вот этого вот я попробую запечь еще один и посмотрю как долго он будет там стоять ты дрища шлепнется шлепнулся окей она долго стоять не придется потому что мне опять надо наполнять понятно понятно окей почему не могу занимать два слота в руках если у меня две руки ты можешь взять две ткани нет последние клиенты ага а если я кину сверху на того кто там уже лежала но реально так и будет копиться вот вот это вот кстати теплица я так понимаю у меня пока там ничего нет ой шо а да репутация средний отзыв один хорошего отзыва письма это то письмо что мне пришло до которой они типа просто прочитали давайте посмотрим мои дорогие мистера миссис роут должен признать что ваш приезд наш город весьма меня взволновал прошу вас не расценивайте мои слова как угрозу это всего лишь крайне выгодное предложение я осведомлены о том что происходит в вашем доме частенько я задусь вопросом как вы справляетесь со всеми этими трупами как будто не было я решила обратиться к вам что попросить об услуге но прежде хочу заверить вас я сохраню ваш секрет втайне если вы сделаете то что я прошу я уже давно питаюсь человеческой плотью уверен что вы в отличие от остальных не будете шокированы этим фактом вы даже не представляете как мне было трудно насытиться но теперь я уверен что все будет намного проще вы получите конкретные инструкции по поводу тех жертв которых я хотел бы отведать их кандидатуры не подлежат обсуждению когда они будут убиты вы приготовите для меня изысканный ужин я уже предвкушаю его когда мое поручение будет исполнено вас будет ждать щедрая награда которая перевернет вашу жизнь настоятельно не рекомендую вам пускаться в бега я буду следить за каждым вашим шагом и ни на секунду не упущу вас из поля зрения кроме того я полагаю что местная полиция будет очень признательна за информацию позволяющую пролить свет на необъяснимое исчезновение горожан вы скоро получите сведения 1 жертве с наилучшими пожеланиями ваш новый друг джей а вот так вот улучшение джей кто ты у нас 30 еще духовку можно а у меня не хватает духовку до мясорубка больше мяса не пока не горит манекен и пьем купила а хватает манекен и купил да еще у меня тут а это подожди возьми возьми пирог возьми пирог и отнеси его сюда возьми пирог поврю отнеси его сюда ты одевать второй маленький адифт и где мой манекен а вот и манекен это хорошо возьми подожди возьми и надень на второй манекен и сюда это получается нас сейчас обьет полностью мясной таз я уже открылась все давайте готовить кстати вот тут за мной вы этого в это не видите да но будут за мной рецепты горят во первых а во вторых два из двух манекена три из трех место на этой штуке с едой носили как-то это жерка это жоп я не знаю как называется типа держит меня в курсе ну капец ну капец как-то мне нужно тогда увеличить вот это вот ткань да у меня ткани не хватает на два манекена получается короче да пишите как вам эта игра мы скоро уже будем заканчивать она реально для меня отдает лайвами каких-нибудь старых игр которых я любила не знаю почему мне мне нужно 2 этажерка это жерка как называется блин поднос этот трехъярусный кофе о одежда идет реально интересно что будет если сюда зайдет клиента тут на полу эти пятна не убраны о смотри двое валяются уже ну капец да я в курсе что тут кровь шу поделать она пока поднимет это мяско тут уже приготовиться следующий пирог реально она еще и сейчас его крутить еще у меня ткани нет с появится мне интересно посмотреть на этого заказчика или заказчицу которая написала нам письмо последний клиент а так получается вот это не совсем свежая будет если еще сверху накину и буду тех же сверху перекручивать вообще не свежая письма опа письмо 2 дорогие мистер и миссис роут ваша первая жертва элиот карсон это молодой весьма увлеченный коммерсант от его рассказы в путешествиях буквально захватывает дух свободное время он пройдет по городу ведет неспешные беседы со всеми вплоть до чумазых и неотесных мужланов он не прочь посетить даже самые печально известные заведения поскольку считает что он не в таких местах всегда можно узнать что-то новое на мой взгляд он отвратительно добродетельный человек в любом случае все это нам на пользу потому что вам не составит большого труда заманить его свою лачугу простите давайте без обид уверен у вас будет достаточно времени чтобы привести дом в порядок он очень харизматичный человек прекрасный собеседник я имел удовольствие принимать его в качестве гостя на самых своих громких вечеринках он обладает весьма приятной внешностью вы наверняка его узнаете его глаза как для бездонные голубые небесные сферы манят и сводят меня с ума кроме того их размер позволяет проглотить их за один укус убейте его и сберегите тело я страстно жажду этого джей я хочу увидеть кто ты наверное мы не успеем увидеть кто это 2020 постелочный мясорубка мне мне вот одежда чтоб больше было мясо у меня хватает по сравнению с одеждой да я открываю лавку пофиг я щас все а ой а у меня не готова манекена ну да логично открываю я открывает она смотри прикольно придумала ну сейчас ему столько сделается и сразу отнесу так срочно на примерку кого-то надо а как я должна сохранить этого тела как и вообще его узнаю но я думаю они сами с этим справятся просто буду делать свое дело и че он не даст две ткани теперь да реально хорош а у меня только 9 евро капец я все потратил чел придется тебе подождать не надо было мне сейчас начинать вот это вот делать а хотя он быстро убирает нормально куда ты пошел я несу те одежду я несу мне одежды катастрофически мало хотя в принципе деньги быстро копятся как для начала мне нужно две машинки тут уже три вот этот которая внизу как ни как своего часа не дождется реально проблема у меня с манекенами я забываю положиться что против против не нужен вот это это что это не это не 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 Последние клиенты. Скорее нужно ткань сделать. Скорее, 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 скорее. Последние клиенты. По-любому кто-то придет сюда за одеждой. Давай, делайся быстрее. А, да? Уже? Это тот, кто мне нужен, да? А, или нет? Кто мне нужен? Кто-то из этих двух? О, смотри, заходит. А так он не один заходит. Добрый день, мистер Персиваль. Меня зовут Элиот Карсон. Вот этот мне нужен. Все в городе только и говорят о вашем ателье. По слухам, наряды такого качества больше нигде не купишь. Недавно в круг знакомых мне сказали, что стоит обязательно посетить вас. И я не знал, что здесь открылась мастерская по пошиву одежды. Наряды в выставочном зале выглядят весьма изысканно. Но я бы рекомендовала вам немного тут разобраться. Однако, я бы хотела... Я бы хотел заказать костюм для предстоящей поездки. Приятно познакомиться, мистер Карсон. Мои партновские навыки к вашим услугам. Какой костюм вам нужен? Для вас или для мальчика? Сначала мне нужно снять мерки. Конечно, для меня. Мне нужен добротный костюм для охоты. А это всего лишь мой личный помощник. Просто представьте, что его здесь нет. Если он помешает, прогоним его за шеи. Все понял, прихвост? Молчу как рыба, сэр. А разве вы не сказали, что он добрый этот чел, нет? Вот и прекрасно. Ладно, сегодня я просто проходил мимо и по дороге заглянул в вашу мастерскую. Сейчас я должен идти, у меня есть планы на сегодня. Но, мистер Персиваль, если вы не возражаете, вскоре я зайду еще раз. Конечно, нет. Буду раз вас видеть в любой день. Спасибо, что заглянули. До встречи, мистер Эллиот. Письма обязан. До встречи. Давай, бездельник, мы уходим. Попрощайся с мистером Персивалем. До свидания. Он явно недоволен положением вещей. Ну да, плохо, что он пришел не один. Он должен стать нашей жертвой. Авторы этого письма не шутят. В следующий раз мне будет чем заняться. Писем нет? Писем нет, блин. Жаль, я бы хотела письма. А что по времени? Ммм, нужно заканчивать писем. Нет. Ну ладно. Ой, что это? Я не знаю, видно ли у вас или это только у меня? Нет, видно, вот это вот скачет. Улучшение. 27. Наверное, можно накопить на что-то, поэтому пусть будет 27. У нас осталось 6 минут, поэтому я думаю, что в принципе уже можно заканчивать. Пишите свое мнение про эту интересную, необычную, непривычную даже, я бы сказала, игру. Что для меня, то, ну, она забавная. На досуге можно в нее поиграть, там, прокачать немножко ателье и кухню. Посмотреть, кто этот мистерс или мисс из письма. Просто интересно. И еще интересно, что будет в теплице. Вот как-то так. Что такое? А, ну да, сначала напротив. Логично. А она, короче, такая, кладет рядом мясо и тесто. Кладет это все дело в печь. И оно с печи уже достается, как пирог. Прикольно. Хорош. Умеет. Магия в них попорца, блин. Как-то вот так. Я свое мнение сказала, жду вашего в комментариях. Спасибо вам, Тринчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на Твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok